Миграция В будущем это стратегический путь У человечества два варианта Или пойти по пути социализма Коллективизма Справедливое распределение мировых богатств Нефть, газ, все природные ресурсы Должны работать на все человечество А не только на олигархов На владельцев крупной корпорации И на жителей тех стран, которые Этими ресурсами обладают Мы за справедливость в самом широком понимании Поэтому сегодня Вы видите Шаман пришел Вы знаете, шел С Якутии шаман шел Его не пустили Другие прорывались Вот этот шаман, он всех шаманов Потом я думаю скажет, сам представляет Даже шаманы сегодня выходят на борьбу На борьбу с чем? С капитализмом и путинизмом Сегодня два эти явления Нельзя разделять между собой Путин, какие бы одежды он ни рядился Это олицетворение Самого дикого, варварского, олигархического капитализма Который он продолжает этот курс С ельцинских времен И мы, люди, левых, социалистических, патриотических, прогрессивных взглядов Никак с этим не можем мириться И сегодня, в день 7 ноября День очередной годовщины Октябрьской революции Мы хотим напомнить Путину И всему его окружению Вы плохо закончите, господа, очень плохо Царь Николай II тоже думал, что монархия вечно Тоже думал, что они будут править вечно И когда в феврале 17-го года в Петрограде начались волнения Он был в военной ставке Он не придал вообще этому значения Он у себя в дневнике написал, что в этот день Он погулял, попил чаю, поиграл в домино Короче, вот так он жил, расслабленно А когда через несколько дней Петроград перешел под контроль народа Там даже не были большевики, меньшевики Народ, вся масса вышла и сказала Достали вы нас, кровопийцы, кровососы Вот эта история, и потом она развивалась Вплоть до октября 17-го Когда более организованная сила С четкой программой, которая ответила на запрос народа Земля, кому фабрики и заводы должны принадлежать Кому земля, мир, чтобы был Власть, народы, советов, тех и поддержали Гражданская война Это были большевики и союзники Гражданская война Это, секунду, это сложнейший период был в нашей истории И нам не хотелось бы доводить до гражданской войны Поэтому сегодня и шаманы, и все разумные люди нашей страны Говорят Путину Или, осуществляя реформы 90% последний опрос социологический 90% населения за перемены в социально-экономической сфере 60% за кардинальные перемены Люди говорят, бедность заедает Рост цен, нет возможности лечиться нормально Обучать детей, чиновники обнаглевшие Это все в совокупности людей уже просто бесит У них растет ненависть Ненависть к правящему классу Ненависть к руководителю Мы к тому же Путину и к Медведеву К Единой России ненависть Поэтому Путин и все его окружения должны понять У них еще есть последний буквально шанс Поменять курс развития Выгнать из правительства всю эту неолиберальную коду Прислушаться к запросам населения Двигаться в сторону левого поворота Или в ближайшей перспективе Разные прогнозы Я думаю несколько лет, не больше Эта вся кодла будет как в 17-м году Просто свергнута к чертовой матери Сергей Стасович, как вы считаете Поворот востребован сейчас в нашем обществе? Посмотрите на результаты всех соцопросов Они разные, но всем не доверять невозможно Конечно, востребован Сама власть с этим заигрывает Послушайте того же Путина Его речи это речи какого-то социалиста Но проблема в том, что ни черта не делается Говорится 20 лет уже много красивых слов Люди по-прежнему выживают на нищенские зарплаты Отнимают пенсии, повышают пенсионный возраст Что это такое? Это геноцид народа Поэтому еще раз говорю Если они не опомнятся Будут также свергнуты Это не призыв к насилию Это констатация, это исторический процесс Свергнуты народом Который перестанет терпеть И также в один прекрасный момент Владимир Владимирович Путин очнется И ему доложат Москва под контролем народа Армия перешла на сторону народа Полиция не хочет больше разгонять народа Росгвардия Сомкнулась с народом Вступила в ряды демонстрантов Вы будете среди этого народа? И тогда Владимир Владимирович Путин Почувствует то же самое, что почувствовал Николай II В 1917 году Когда ему пришли и доложили Все, ваше время кончилось Прощаемся Пусть они Пусть они делают свой выбор А мы с народом, который за перемены Мы считаем, что сегодня путинизм и капитализм Это ярмо Ярмо на нашем народе Ярмо на России Чем быстрее это мы его скинем Тем быстрее действительно Россия пойдет по пути прогресса, процветания Народ устал терпеть всю эту сволочь Устал терпеть Поэтому сегодня Последнее русское, советское предупреждение Путину и всей его команде Единой России и всей этой банде Или меняйтесь, или уйдите добровольно Или вас снесут Народной массы Которые терпят уже из последних сил Из последних сил Выбор за вами Осталось времени чуть-чуть А мы сегодня говорим о том, что России нужны Кардинальные перемены Мы за революцию в социально-экономической сфере И путинизм и капитализм должны быть отброшены На свалку истории Мы, конечно, будем с народом А где нам еще находиться? Сергей, сколько еще осталось нынешней власти? Я не хочу выступать каким-то шарлатаном Но, на мой взгляд, сегодня, если брать историю вот столетней давности Было 17-й год Сейчас, ну, минимум 1915-й год А может быть уже и 1916-й год Вот это мои ощущения Осталось, если ничего меняться не будет Осталось недолго Они сами это прекрасно понимают Если их губернаторы, их помощники заявляют, что Единая Россия сдохла А это партия власти То на кого они могут опереться, вы понимаете? Если их же ближайшие сподвижники говорят, что все сдохло А завтра, я вас уверяю, мы такой же разговор услышим Что скажут, что и Путин уже, как политик, сдох Я думаю, за спиной уже говорят многие такие вещи Поэтому шанс один из последних сегодня у власти Один из последних прислушаться к голосу народа Тогда есть шанс избежать участи Николая Второго Иначе, иначе, неизбежно эту авторитарную власть народ снесет Мы говорим, о чем нужен нормальный цивилизованный левый поворот Мы, левый прок, после 7 ноября начнем кампанию За национализацию всех стратегических отраслей Мы пойдем ко всем частным компаниям К Лукоилу, к Новотеку и прочее И к госкорпорации пойдем, чтобы навести там порядок И скажем, какого черта, господин Олег Перов Ты жируешь на народные деньги и в список форс входишь И к остальным такие же вопросы зададим Чубайс должен быть арестован, посажен и осужден за грабительство 90-х годов Вот в чем должен левый поворот осуществляться Все ресурсы на благо общества, под контролем народа Прогрессивный налог, отменить пенсионную реформу Создать структуру народного контроля Вместо нынешней счетной палаты, которой заправляет Кудрин Махровый либерал Все равно рука руку моет Никогда они не победят коррупцию Потому что коррупция это суть капитализма и путинизма Суть И это в сказке только рассказывают, что на Западе нет коррупции И там она процветает, только в более изощренных формах Просто они уже за долгие годы научились это делать более хитро, чем наши И наши рано или поздно научились Поэтому если уже шаман дошел до Москвы И идет изгонять дух путинизма и капитализма Значит дело их плохо, дело плохо Понимаете? И мы с вами скоро увидим такие события Когда сомкнутся на улицах и левые, и либералы, и националисты И все честные люди И шаманы будут с нами, и православные батюшки будут с нами Все будут как в 17-м году Вот если власть не хочет до этого доводить У них еще есть шанс не мочить Грудинина Не мочить Левченко, иркутского губернатора Грязь на них лить день и ночь А наоборот выдает на первый план Взять правительство И этот пример народных предприятий Плановой экономики Вводить на уровни всей страны Иначе они обречены Обречены Поэтому сегодня мы и выходим на эту акцию Я хоть не могу выйти, но я душой с теми, кто пойдет Под возунгом народный импичмент Путинизму и капитализму Народный импичмент Мы знаем, мы знаем Если на улицах будут сотни тысяч Этот импичмент реализуется на практике Вот и все Пока предупреждаем И обращаемся в том числе и к гражданам нашей страны К воскричам Не сидите по домам Никто не даст нам избавления Никто, нет таких способов, чтобы за нас кто-то что-то сделал Только сами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому